Они строят новые объекты, реставрируют старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и интересные конструкторские решения. Речь идет о строителях. Вот уже более полувека в России во второе воскресенье августа отмечается праздник представителей этой профессии. В этом году День строителей выпадает на 14 августа. В преддверии праздника в гостях программы «По существу» заслуженный строитель Чувашии и России, генеральный директор группы компании «Регион Жилстрой» Валерий Борисов. Валерий Егоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Регион Жилстрой» на строительном рынке уже более 30 лет, и вы стояли у истоков. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось, как появилась компания? Компания «Регион Жилстрой» начало свое берет с 1991 года, с сентября 1991 года, скорее всего. Это создавалось для того, чтобы вести строительные работы в целом Чувашии. С 1993 года «Регион Жилстрой» перешел в строительство жилых домов. Мы строили и объекты сельского хозяйства, предприятия торговли тоже для пищевиков, здравоохранение даже у нас есть в Чапоксарах. Большая такая история у компаний, а вообще она одна из первых в Чувашии занялась малоэтажным строительством. Почему решили заняться вообще таким видом деятельности и занимается ли сейчас им компания? Ну, помимо этого, действительно, мы лет 10 назад взялись за эту проблему. Много было спросов в целом по России и в Чувашии. И мы взяли землю, участок на территории Чапоксарского района и начали строить коттеджные дома. И первыми в республике мы построили 44 дома и сдали эксплуатацию, и сейчас прекрасно живут. Чем он отличается из всех нынешних поселков? Он загороженный полностью, закрытый. Полные благоустройства, асфальтированные дороги, парковки, детские площадки, спортивные площадки. То есть полные социальные, так сказать, вопросы там решены. Поэтому сейчас в 44 домах живут прекрасно, люди радуются. Все, что надо, в общем, есть. А продолжаете ли сейчас такое строительство? Ну, сейчас, в последнее время, в основном, мы на многоэтажные перешли, многоэтажные дома перешли. Многоэтажные дома у нас, в основном, сейчас работаем в Ново-Южном районе. Это такой, значит, есть 14-й микрорайон. Это район Ленты, в народе называют. Это большой микрорайон Ново-Южного района. Где-то там от 450 тысяч квадратных метров жилья там построено. Из них порядка 20% это наши дома. Мы первыми туда зашли, первыми ввели в эксплуатацию 16-этажный дом. И последний мы сейчас выходим оттуда. После нас уже, наверное, никто строить не будет. Кроме школы, там все жилые дома уже построены. А там уже жилых дома больше не будет. У компании, я знаю, есть своя производственная база и цех по производству пластиковых окон. И цех металлоконструкции, изделий, автотранспортный парк. Так много направлений. Как вообще успеваете? Привлекаете ли какие-то сторонние организации? Вы понимаете, раньше действительно все строительные организации, они вели только строительство. Все со стороны получали. И материалы, и технику, и конструкции. Все со стороны было. Мы как-то вот по такому пути пошли. У нас сегодня своя производственная база. У нас три цеха сегодня. В числе первых мы в Чебоксарах начали выпускать пластиковые окна. Мы теперь обеспечиваем свои жилые дома своими пластиковыми окнами. Как на балконах, как на квартирах. Кроме этого, у нас есть в Чебоксарском районе, деревня Синьялы, специальный цех по производству керамзитобетонных блоков. Есть сварочный цех. Все металлоконструкции выполняем мы своими силами. Это, наверное, очень удобно. Мы сегодня практически из наружных стен. В основном у нас гербичные стены. Кроме облицовочного гербича мы ничего больше не покупаем. Все своими производим. Это здорово. Расскажите, пожалуйста, о географии строительных работ. Где строите дома, где есть. В Новоюжном районе я уже поняла, да, есть ваши дома. В Чебоксарском районе строили. В Екутеевщике мы строили дом. Строили в Морганушском районе для сирот. По программе целый дом построили. Есть в Харгасах, в Чебоксарском районе, жилой дом построили. Котестный поселок в Чебоксарском районе построили. А потом, когда уже перешли на город Чебоксары, во всех микрорайонах мы строили. Но в основном 14 микрорайон – район Ленты. В основном это теперь ваша такая территория, где много ваших домов. Кроме этого, у нас не только чисто строительные работы. В Чебоксарах мы отделочные работы выполняем. Мы вот две церкви отделывали, и внутреннюю часть мы сами своими силами. В Пудногладково новая церковь, коробка была построена до нас. Мы полностью внутри отделали церкатурку, отделку, все полностью, кроме чисто специальных работ. Кроме этого, сейчас в Чебоксарском районе есть такой храм, такая церковь, Акулевская называется. Это моя родина, меня крестили там, кстати. И в этом году отмечалось 200-летие. И вот мы на 200-летие целых полтора месяца все внутреннее смывали, сделали, все по-новой. Сейчас прекрасно выглядит изнутри. И для кого не секрет, что наша республика не стала исключением в истории с обманутыми дольщиками? Бывали ли в вашей компании случаи срыва сроков, либо какие-то жалобы жильцов? К сожалению, конечно, у нас в республике такие факты имеют место быть. Но, к счастью, за 30 лет, сколько мы строим жилые дома, у нас ни одного суда по этому вопросу не было. Никакой претензии не было, чтобы что-то не так построить, что-то разрушение, что-то не так. Но, честно признаться, у нас контингент, который к нам приходит за приобретением жилых квартир, в основном все это по соседству, по знакомым, по рекомендациями идут. Потому что, ну, бывают мелочки, конечно, что-то не так, все может быть. Это очень быстро мы устраняем, никакие вопросы. Но самое главное, ни одного обманутого дольщика, ни одного суда, ничего такого не было. О многом говорили вообще. Это наше, так сказать, кредо. Существует очень много государственных и региональных программ, национальных проектов. Вот компания участвует в таких? Мы с самого начала начали его. У нас в Чебоксарах, в районе Богдан-Хмельницкого, мы целый дом все время построили для бюджетников. Тогда было давно, лет 20 назад. В Чебоксарском районе для сирот построили, сейчас прекрасно там живут. В районе улица Гражданская, значит, участвовали в программе по переселению граждан из веткового аварийного жилья. Мы три дома переселили, сейчас проектируется еще на три дома. За счет каких средств финансируется строительство жилых домов? Вот есть ли сложности в этом вопросе? Берете ли какие-то кредиты, может быть, средства дольщиков? Ну, года три уже мы занимаемся немножко по другой форме финансирования. Раньше мы заключали договора с каждым, по долевому части строили. Они вносили средства нам, мы за эти деньги строили. Потом мы построили и сдавали квартиры им. А вот два года назад, в связи с правительственными решениями, значит, это дело прекратилось. Сегодня мы строим только за кредиты банка. Чем отличается? Значит, по нашим договорам долевики деньги носят средства в банк. А банк нам дает кредиты. И за счет кредита вот это мы строим. И, с одной стороны, даже очень хорошо, потому что там постоянно банк кредитует. Не ждешь, когда поступают деньги от долевиков. У нас все-таки ведь в этом проблема тоже есть. Наверное, и спокойнее даже самим долю счета. Да, спокойнее. Мы два года подряд уже третий дом уже достраиваем. Она называется финансирование за счет экстрого счетов. Экстрого счета ввели. Как раз-таки вот несколько лет назад. Да, да, да. Компания существует такое большое уже количество лет. Почти треть века. Какие планы на будущее? Чем в будущем будет заниматься компания «Регион Жилстрой»? Ну, в будущем у нас также будем продолжать. Что мы сейчас, что мы делаем? Мы больше ничего не умеем делать. Мы приобретаем земли сейчас. Сейчас уже переходим уже, так сказать, в другой город, который называется Новочебоксарск. Там будете теперь застраивать? Мы сейчас приобрели, значит, целый полумикрорайон из четырех домов многоэтажных. Там уже проектируются. И вот будет называться Ельникова сети. 14 августа вся страна отмечает прекрасный день, День строителей. Я вас, конечно же, поздравляю с этим замечательным праздником. И вы, в свою очередь, тоже можете поздравить своих коллег. Коллектив «Регион Жилстроя» хотел бы поздравить всех строителей республики, пожелать им успехов в основной своей работе. Самое главное – крепкого здоровья, чтобы строители, чуваши, всегда были, пусть останутся передовыми работниками во всей России. И поэтому, значит, жильцы радовались ихними достижениями. Валерий Гуриевич, большое спасибо, что пришли к нам в студию. И напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с Валерием Борисовым, заслуженным строителем Чувашии и России, генеральным директором группы компании «Регион Жилстрой». До свидания. Спасибо, что пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова